6 часов вечера на Дону И 2 в Боковском районе 107,9 в Морозовске 103,1 в Семикаракорске 105,6 в Песченоковском Хозяин дорог Нам по пути Добрый вечер наши попутчики Все водители и пассажиры Которые настроились на нашу волну Напоминаю, что это радиостанция ФМ на Дону С вами я, Оксана Мирошниченко И наша уже традиционная программа Которая выходит по понедельникам 18.00 Хозяин дорог В последнее время погода автомобилистов Хотя не только автомобилистов Не очень жалуют Дождь со снегом, гололедится И все же пусть вам будет сейчас Хорошо и комфортно в пути Особенно с нами Как я и обещала, сегодня мы поговорим Об обязательном автостраховании Я решила не вдаваться в подробности изменений Потому что 2019 год В этом году начинается только первый этап Реформации в системе полисов ОСАГО То есть еще будут нововведения, изменения, дополнения И многие нововведения сейчас Вот только на этапах рассмотрения И дореализации еще достаточно долго Сегодня с нами в эфире адвокат и автоюрист Артем Демьянов Задавайте свои вопросы по номеру прямого эфира 200 ровно 2519 Или пишите на номер ватсап Плюс семь Девятьсот тридцать восемь Сто шестьдесят пять Сто и семь Ну что, поехали Добрый вечер, Артем Добрый вечер Как вы добрались? Отлично Как припарковались? Собственно говоря, при этом поехал на такси, чтобы успеть на вашей фирме Решили, да, решили освободить Ну, центр города, да, несмотря ни на что Центр города в любое время достаточно плотно стоит И припарковаться здесь не очень легко Хотя мне снова повезло Вот не знаю, что происходит Но вот я нахожу все-таки местечко для парковки Вот, но сегодня мы не об этом Артем, ну скажите, пожалуйста Какие там нововведения ждут автомобилистов в 2019 году в сфере автострахования? Я понимаю, что вы автоюрист И не будем в это глубоко вдаваться, да, сейчас в эти подробности Но все же вот в вашей компетенции Можете прокомментировать, что там ждет нас? Конечно, тем не менее, мы занимаемся вопросами проблемы выплат В основном в страховых компаниях Однако мы должны знать все новшества, которые ждут при заключении пользы САГО Первое, что затронет всех автомобилистов в этом году Это изменения на цену на полис САГО 9 января вступила в силу указания Центрального банка Российской Федерации О расширении тарифного коридора на 20% по САГО вверх и вниз В дальнейшем будет увеличен коридор на 40% и далее на 60% Что такое тарифный коридор? Тарифный коридор – это базовая ставка, которая в совокупности с различными коэффициентами Такими как мощность двигателя, количество аварий, наличие их, количество лиц, допущенных к управлению транспортного средства Региона, место регистрации, собственника В возрасте Естественно, возраст, да И формируется в итоге конечная стоимость полиса САГО Так вот, здесь у нас Центральный банк ввел систему, когда количество ступеней коэффициента возраст, стаж Увеличено будет до 58 вместо существующих сейчас 4 То есть, русскими словами, можно сказать, чем старший водитель и более опытен, тем коэффициент у него будет ниже И наоборот, чем водитель не опытен, молодой, соответственно, коэффициент будет большой То есть, до этого было просто вот рамки, да, там 3, до 3 лет, от 3 до 5, да, по-моему, от 5, там, то есть, меньше А сейчас более расширенное Ну, я надеюсь, здесь, здесь вот этот коэффициент мне нравится, потому что я там, у меня там надежды большие Так Еще есть другой коэффициент, коэффициент бонус-малус, это коэффициент за визаварийную езду Он также будет теперь рассчитываться на 1 год, с 1 апреля, и в течение этого срока меняться не будет Это сделано для того, чтобы исключить систему задвоения КБМ, а также снизить риск ошибок и злоупотребления со стороны страховщиков Артем, а до этого было как? Соответственно, было Накапливалось просто? Нет, сейчас система планирует отказ полностью от обнуления данного коэффициента То есть, теперь, если водитель имеет перерыв в вождении, то этот коэффициент мог обнулиться Теперь коэффициент будет сохраняться, и история, соответственно, накапливается То есть, либо будут скидки, либо, наоборот, какие-то надбавки Ясно Так, что еще? Что касается юридических лиц, то здесь будет введен единый коэффициент для всего автопарка Соответственно, это упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО И в дальнейшем, как вы говорили, правильно, то, что у нас реформирование только началось в данной системе Может быть, в 2020 году у нас отменен будет коэффициент территориальной принадлежности И в 2021 году может быть отмена мощности коэффициента Ну, как говорится, это все не точно Да, пока все это на рассмотрении Пока это все, так, пилотные проекты Конечно, да Основное внимание следует уделить на тому, что в этом году поправки внесены были в закон ОСАГО Пока они еще не вступили в силу Но вступают с 1 октября 2019 года Это расширение лимита по европротоколу до 400 тысяч рублей То есть, сейчас, в настоящее время действует пилотный проект на 400 тысяч по европротоколу в четырех регионах Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область Теперь с этого, с октября у нас будет доступно 400 тысяч на всей территории Российской Федерации В принципе, неплохо Вот там коридор, то что расширяется, тут вопросов много еще пока Но это все, да, все это будет впереди Напоминаю, что у нас в гостях Артем Демьянов Адвокат и автоюрист, самое главное Автоюрист Сегодня, это для нас ключевой момент Говорим мы сегодня о системе автострахования, о полисах ОСАГО Есть вопросы, друзья, если у вас Задавайте по номеру прямого эфира 200, ровно 2519 Либо пишите на номер ватсапа Плюс 7 938 165 107 Артем, у всех водителей не раз я сталкивалась с этой ситуацией Сама была в том же положении Когда дело доходит до замены полиса Все ломают голову Это делать лучше онлайн Или все же пойти в организацию И, ну, простите, там, не заморачиваться, да Там за тебя все посчитают А потом считают, и ты думаешь Видимо, нужно было делать онлайн Потому что что-то там добавляют, что-то убирают Ну, понятно, за работу люди, разумеется, тоже берут определенный процент И все же, как лучше, по вашему мнению, оформлять страховой полис Онлайн или в организации? И когда мы оформляем, на что нужно обращать внимание? Ну, в этом вопросе, я считаю, подводных камней, как таковых, нет Поскольку основная задача автовладельца при заключении полиса Найти цену дешевле Но это не совсем так Цена для конкретного региона, на конкретный автомобиль Для конкретного водителя, она единая для всех страховщиков И поэтому здесь не нужно искать аналогии Как мы там ищем продукцию, там в супермаркетах Они в разных будут, разная цена Ну, да, комаксы, там скидка Конечно, такого нет Цена, я еще раз говорю, что она одна Никаких скидок также закон не предусматривает Имеется только какие-то льготы 50% для инвалидов Которые используют транспортные средства по медицинским показаниям Вот, поэтому основное внимание я хотел бы, конечно, посоветовать Уделять непосредственно выбору страховой компании Ее надежности Потому что, в принципе, это ваши будут деньги Если вы пойдете в ДТП Поскольку сейчас действует прямой порядок урегулирования убытков Поэтому вы обращаетесь непосредственно в свою страховую компанию И получаете оттуда деньги Если страховщик ненадежный, то будете очень долго за ним бегать Да, и не только бегать, да Что касается сервиса онлайн, то, конечно, он введен для того, чтобы упростить систему Оформления полиса ОСАГО Потому что в страховой компании нередки были случаи Когда страховщик, помимо основного полиса Добавлял какие-то дополнительные виды страхования Что не является законным И, соответственно, вы можете потом просить Расторгнуть данные договоры И страховщик штрафуется на определенные суммы с интербанком Когда мы заполняем это все, делаем онлайн На что надо обращать внимание? Вот онлайн тоже Я приведу пример из собственной практики Вот сколько я не пытался заключить договор онлайн, у меня не получалось Почему? То есть система, ты потратила время, 15 минут То есть зарегистрировался в личном кабинете Ввел данные по автомобилю всем водителям И на последнем этапе, когда нажимаешь кнопочку оплатить Система выдает сбой и просит обратиться в страховую компанию То есть здесь, насколько я уже понял Система работает таким образом Если у вас договор еще не закончился То пролонгация договора Возможно будет лучше проходить в интернет-рекессии А, то есть когда уже закончилось Это говорит о том, что в настоящее время Вот эта база, которая работает между страховщиками Она не совсем в идеальном состоянии находится И для новых клиентов имеются, конечно, вот такие какие-то барьеры Особое внимание хочу обратить слушателей О том, что появилось очень много клонов сайтов Сайтов мошенников, где, в принципе, они полностью копируют Сайт, оригинальный сайт страховой компании Но, когда оплачиваешь полис Естественно, вы получаете на выходе не сам полис А только эффективную бумажку, которая вам, к сожалению, никак не поможет Абсолютно верно, да Поэтому здесь нужно внимательно смотреть, что набирается в строке браузера Некоторые там дополнительные каких-то цифр, там букв, пробелов, черточек Вот сейчас тоже есть, он лидирует в поисковиках, сайт клон RSA На конце у него вместо .ru имеется .su Данный сайт предлагает заключить полис ОСАГО онлайн Хочу обратить внимание, что RSA не предлагает данные услуги Вот, поэтому еще уловкой мошенников может быть являться то, что предлагается цена намного ниже, чем страховой компании Да, 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 это самое главное Это же как раз тот самый сырочек в той самой мышеловке Совершенно верно Имеются какие-то скидки, там, в преддверии праздников, Новый год, 8 марта Не верьте этому, это сразу может, должно вас насторожить Конечно, уходите, закрывайте этот сайт и все Потому что вы заплатите в итоге дважды А когда все-таки в организации делаешь полис, то нужно не стесняться, не бояться спрашивать, разговаривать, переспрашивать Не бояться, что вы потратите время работника, потому что действительно вы все-таки отдаете деньги Как выясняется, немаленькие деньги, поэтому нужно разговаривать, уточнять, переспрашивать Это залог, мне кажется, все-таки успеха Значит, подводные камни, в принципе, да, про мошенников я, честно говоря, Артем, я даже не задумывалась в этом Хотя, казалось бы, конечно, интернет, если интернет, там сразу могут быть мошенники, это очень важно Есть новости, что в принципе расчета суммы страхового покрытия, там какие-то будут изменения Автовладелец будет сам определять, как страховать свое транспортное средство Так ли это? И вообще, можно пояснить, в смысле, как страховать? В смысле, деньги мне нужны, или ремонт, или что-то еще? Не совсем так Здесь имелось в виду, конечно, расширение страхового покрытия, то есть лимита В настоящее время лимит составляет по имуществу 400 тысяч рублей, по вреду здоровья 500 тысяч рублей Хотелось этот лимит расширить до 500 тысяч полностью общий, либо 1 миллион, либо 2 миллиона Такая попытка увеличить объем страхового покрытия была, но, однако, Минфин совместно с РСА Они притормозили ее, дабы не тормозить саму реформу ОСАГО в плане тарифов автогражданки И важным хотелось отметить то, что срок страхования сейчас, в настоящее время, полис заключается на 1 год Но предлагалось это также увеличить на 3 года Но я считаю, что это не совсем удобно, потому что за 3 года неизвестно, что может произойти Соответственно, человек может решить продать автомобиль, необходимо будет расторгать договор ОСАГО Естественно, теряются какие-то средства при расторжении А еще, я думаю, цена поднимется, это тоже важно Естественно, при увеличении лимитов, естественно, будет страховщик увеличивать и цену Потому что за лимит 2 миллиона, я даже не могу представить, какая будет цена полиса И самое главное, что вот эти увеличенные лимиты, они не обязательны, а именно будут возможны по согласованию между страховщиком и страхователем Вот это, собственно говоря, юридический момент, такая коллизия, когда в настоящее время сейчас у нас договор ОСАГО, он публичный То есть в его заключении не может быть отказано А как же быть тогда с этим увеличенным покрытием, когда теперь уже страховщики и страхователи договариваются То есть нет еще юридической правовой защиты, механизма этого, когда можно это все действия оспорить Поэтому закон сырой, законопроект, вернее, инициатива, она сырая, требует доработки И это будет далекое будущее Пока что изменений в цене у нас никакой не будет Поэтому, друзья, ежели находите какую-то информацию в интернете о нововведениях по автомобилям Сразу не паникуйте, включайте радиостанцию ФМ на Дону, программу «Хозяин дорог» Мы здесь все разъясняем, в том числе и для себя Разъясняем, напоминаю, что у нас Артем Демьянов в студии, автоюрист, адвокат Сегодня говорим о полисе обязательного автострахования, о разных ситуациях Если есть у вас вопросы, звоните по номеру 200, ровно 2519, либо пишите на номер ватсапа Плюс 7-938-165-107 Мы продолжаем Вот чуть затронули, мы заговорили о Европротоколе, чуть выше Там с октября, да, я правильно понесу? С октября 2019 года будет расширение по Европротоколу Облегчает ли Европротокол процедуру оформления документов при ДТП или усложняет? На ваш взгляд, опять же, на что нужно обращать внимание? Потому что, с одной стороны, разумеется, город у нас, вот берем на примере Ростова-на-Дону Город большой, и когда в час пик две машинки пыли друг другу вытерли Вот они стоят два часа, затор огроменный на какой-нибудь нашей любимой Нагибино Или на стачках на мосту, например И ты думаешь, ребят, ну Европротокол быстро, все легко и понятно С другой стороны, понятно, что кто-то чего-то там побаивается Я сейчас рассматриваю ДТП самое наипростейшее, да, когда просто стукнулись Но бывают же немножечко другие истории У меня там лично одна есть, я потом, может быть, даже в эфире расскажу Может быть, после, Артем, поделюсь На что нужно обращать внимание, и вот повторю вопрос И облегчает ли процедуру оформления Европротокола? Безусловно, Европротокол облегчает процедуру оформления Собственно говоря, он, институт Европротокола был введен для этого Чтобы ускорить оформление ДТП, не дожидаться сотрудников И в своей практике, я знаю, у меня были клиенты, когда ждали сотрудников При минимальных повреждениях от часа до 20 часов То есть зимой стояли, ночевали в машине и ждали Там копеечная сумма, но закон был такой Теперь у нас появился Европротокол Соответственно, в том году лимит у него был увеличен до 100 тысяч рублей Подводных камней здесь масса А давайте, Артем, чуть попозже возьмем звоночек Алло, добрый день, вечер Добрый вечер Добрый вечер Как вас зовут? Михаил Михаил, очень приятный Михаил Вы из Ростова на данном нам звоните? Ну, с области Хорошо Какой вопрос у вас? Просто я хотел узнать, завтра мне заканчивается полюс А хочу поехать сделать На что мне обратить внимание, в первую очередь? И вопросы задать им, что мне будет делать Вы решили не онлайн, да, все-таки? Нет, онлайн я с другом пообщался Он сказал, что цена одинаковая и заморочки много Тяжело онлайн сделать Артем, помогите Здесь следует обратить внимание на то, чтобы вы поехали непосредственно к самому страховщику Либо в его филиал То есть это не должна быть какая-то отдельная кабинка, киоск, вагончик Нет, все полюсы сейчас продают непосредственно сами страховщики И подводных камней здесь нет Вы предоставляете непосредственно данные Задумайтесь только о том, кто будет вписан в полюс Естественно, будет страховка с ограничением, либо без Это очень влияет на саму цену страхового полюса Если у вас страховка будет без ограничения То стоимость увеличится там практически на 80% Поэтому все еще обратите внимание на коэффициент безаварийности езды Поскольку он сохраняется, должен переходить от страховых компаний В другую страховую компанию при заключении договора Поэтому если у вас коэффициент не соответствует То вы можете написать заявление страховой компании О разъяснении данного коэффициента Так примерно цена, конечно, у всех, я как говорил, она одинаковая Коэффициент не соответствует, Артем, поясните Как человек должен знать, какой у него коэффициент То есть за год Коэффициент, то есть, например, безаварийности езды То есть человек знает, что он в ДТП не попадал А у него никаких скидок нет То есть проверить свой коэффициент можно на сайте Российского союза автостраховщиков Имеется ссылка для проверки данного коэффициента Российский союз автостраховщиков, друзья Там проверяйте свои коэффициенты перед походом в организации Которые оформляют вам полис ОСАГО Естественно, база она одна, единая Поэтому в настоящее время проблемы, которые возникают Они минимальны и цена одинаковая Возвращаемся к европротоколу Про подводные камушки мы там заговорили Что там масса всего может быть Да, при европротоколе Человек, водитель, когда берут, оформляют данный документ Они берут на себя функции сотрудника ГИБДД То есть они должны зарисовать внимательно схему дорожно-транспортного происшествия Определить обстоятельства ДТП, а также перечень повреждений И самое главное, чтобы при оформлении европротокола Все водители, оба участника были согласны Не было разногласий, проще говоря То есть заполнять документы нужно вместе, рядышком Сговариваясь, обсуждая Просмотреть автомобили друг у друга Чтобы не было как раз вот той подставы Да-да-да, очень много ситуаций Когда мы куда-то спешим И там незначительное какое-то ДТП Обменялись номерами телефонов И говорим, потом вечером созвонимся Вот здесь, уважаемые слушатели, делать так не нужно Потому что это хорошо, что там через некоторое время Вам на том конце ответят А есть ситуации, когда оба водителя посовещались с юристами И начинают вдумывать иную сторону происходящего ДТП Конечно, и все И в этом случае вы остаетесь ни с чем Рискуете остаться без страхового возмещения в полном объеме Потому что даже если вы обратитесь к сотрудникам ГИБДД У вас не будет на руках ни схемы, не будет ни замеров Относительно границ проезжих частей и осей автомобиля Соответственно, эти большие нюансы, которые позволят в дальнейшем потом вам И видеорегистратор в этом случае не всегда помогает Потому что всю картинку, разумеется, он не показывает Он, ну, разумеется, он показывает ваше движение, направление Правильно, Оксана, вы сказали, видеорегистратор Очень важная вещь При оформлении европротокола необходимо обязательно фиксировать с помощью фото- либо видеофиксации Само место ДТП Данные доказательства потребует страховая компания Поскольку они обязательны в силу закона об ОСАГО И без их наличия у вас, возможно, будут трудности Поэтому, да, я понимаю, ситуация не очень приятная Но ежели все мы люди, все мы прекрасно понимаем Я регулярно и в утренней программе нашей говорю, и здесь, в Хозяине дорог Говорю о ситуациях на дороге, о том, что ДТП достаточно много Они бывают, дай бог, что это незначительные Но мы все, к сожалению, не защищены от того, что кто-то зацепит нам бампер Хотя неприятно, хоть и это Не спешите, сфотографируйте По европротоколу в любом случае это будет быстрее Ну, ежели все у вас по договоренности Но здесь тоже не торопитесь Дооформите, доделайте Сделайте лишних фотографий Пусть это будет не 5, а пусть это будет 25 Но да, с каждым повреждением И главное еще делать фотографию общую с нескольких сторон Панорамная, конечно Панорамная фотография с определением хотя бы каких-то объектов Относительно которых произошло ДТП Еще важным моментом в европротоколе является то, что это документ Который нужен не только самому потерпевшему для возмещения, для получения компенсации А также виновнику Если виновник в течение 5 рабочих дней не отправит данный документ в страховую компанию То он рискует получить в дальнейшем регрессные требования от страховщика Который произвел выплату потерпевшему лицу Теперь о неприятном Если страховка не покрывает расходы ремонта Или не удовлетворяет качество ремонта Куда обращаться? На какие документы нужно обратить внимание? Какие документы вообще нужны для разбирательства? Все, финал Ремонт Ну возьмем давайте Давайте по ремонту, наверное, сначала А на болевшем Собственно говоря, да Те случаи, с которыми мы работаем Если страховая компания произвела вам ремонт То не спешите забирать автомобиль из автосервиса Обязательно я советую пригласить лучше для осмотра специалиста Либо какого-то квалифицированного эксперта Который осмотрит отремонтированный автомобиль И в случае каких-то наличия нареканий Произведет записи в акте выполненных работ Либо в акте приема и передачи Потом в дальнейшем это сэкономит ваши нервы И для все-таки того, чтобы вы получили полную компенсацию Ну вот, собственно говоря, все подводные камни в ремонте Смотрите, а срок давности подачи жалобы При неудовлетворительном ремонте Мне тут недавно сообщили, что якобы три года Так ли это? Не совсем Хотя я, честно говоря, не пойму Ну вот вернули мне машину Я неудовлетворена ремонтом И проходит три года И что мне, я могу А вдруг я там еще доповредила ее Вот, наверное Поясните тоже, пожалуйста Вам говорили, скорее всего, об общем сроке исковой давности Он действительно составляет три года Однако законно Абасага В случае ремонта транспортного средства Предусматривает минимальные сроки Гарантийные сроки Которые составляют на ремонт автомобиля Шесть месяцев И на лакокрасочное покрытие 12 месяцев То есть эти сроки минимальные Они могут в станции технического обслуживания быть расширены Но это не говорит о том, что у вас в дальнейшем не появятся какие-то дефекты Потому что автомобиль эксплуатируется у нас на дорогах Под солнцем Снег, камни Не всегда стоит в гараже Конечно Мы его моем С использованием моек высокого давления Поэтому дефекты могут проявляться за пределами этих сроков Здесь у нас пробил в законе Абасага И применяем здесь правила по аналогии с законом о защите прав потребителей То, что в течение двух лет с момента окончания основной гарантии Вы имеете право как потребитель предъявить требования в страховую компанию Ну то есть вот то, о чем я говорила, Артем Я вот радиослушателям так в курс делаю Веду немножечко Сделали мне ремонт как раз по страховке И у меня получается не работает обогрев заднего стекла Я об этом Я это знала еще тогда Протянула время, протянула резину Сейчас два года прошло Все, не помогут они мне Ну в смысле вы Нужно будет посмотреть внимательно документы Собственно говоря, что вы подписывали или нет Если имеются какие-то документы о том, что срок ремонта у вас затянулся Срок ремонта вообще по закону АСАГО составляет 30 дней Если станция технического обслуживания, либо страховщик нарушает эти сроки Соответственно имеются неустойки, штрафы за просрочку данных требований Поэтому я думаю, можно как-то помочь Артем, ну а вот что делать, когда тебе ремонтники говорят Ну так по-человечески, слушай, дружище, ну давай, я документы тебе потом отдам И ты думаешь, ну да, вроде люди неплохие, понимаешь, что работа И все-таки, когда должен быть вот этот абсолютно полный расход с документами Когда, на каком этапе они должны, ремонтники в смысле, отдать документы Вот приняли вы, вы приходите, вам говорят, мы машину сделали Смотрите, да, вы смотрите с экспертом, как вы сказали, вы недовольны А они переделывают, и еще переделывают, и еще переделывают, и еще, например, переделывают И говорят, ну вы покатайтесь, а потом мы вам документы дадим Нет, 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 не стоит забирать ни в коем случае автомобиль Поскольку обязательства страховщика считаются выполненными с момента, когда вы уже забираете автомобиль Все, то есть если в акте выполненных работ никаких нареканий не будет, потом у вас дополнительные трудности будут А вот еще хотела спросить, а есть ли документы, есть ли документы вообще в страховой службе? Ну, то есть, непонятно, ведь в страховой службе отмечено, что такой-то автомобиль Что значит страховая служба? Ну, в смысле, вот, сама организация Ну, там, у меня полис вот такой-то организации Страховой компании И у них есть отметка, что эта машина ремонтируется в этом сервисе или нет? Там же все равно на выбор дают, там, сколько, 10 автосервисов, 11, там, в разных по-разному Это фиксируется или нет? Фиксируется, возможно, такая фиксация, что при заключении договора ОСАГО Вы имеете право выбрать ту станцию технического обслуживания, на которой вы будете производить ремонт Либо вам, ну, почему-то понравилось Либо страховая компания, поскольку приоритетное значение реформы ОСАГО является то, чтобы исключить поваленные иски в суды А по несогласию по сумме выплатам Поэтому приоритетное значение, конечно, имеет ремонт И в этом случае страховщик вам предоставляет на выбор те организации, с которыми у них есть договор И, соответственно, выбирать уже вам, в какую организацию обратиться Вот и все Ясно Артем, спасибо большое Так быстро время пролетело У нас еще много было вопросов А что-то так заговорились-заговорились Друзья, напоминаю, что у нас сегодня в студии был Артем Демьянов Мы говорили о полисе обязательного автострахования Серьезная тема Будем касаться ее и позже, и в дальнейшем Потому что, как говорила я вам и раньше Напоминаю, мы только на первом этапе реформации Это и всей в системе автострахования То есть все будет меняться, дополняться Вот Артем подтвердил, что и 1 октября Нам на прошлой неделе Александр Владимирович Мухин сказал Что и 1 июня там будут дополнения ждут Так что держите руку на пульсе обязательно Смотрите в интернете, читайте новостишки Слушайте, конечно же, нашу программу Потому что мы будем освещать какие-то нововведения Что-то там, вопросы какие-то Ну и по традиции у нас рубричка пробочки Давайте озвучим В Ростове-на-Дону на момент по времени у нас 18.29 На это время у нас достаточно немного пробок В принципе, вот то, о чем мы говорили с Артемом Вот и началось оно ДТП у нас, кстати, на удивление пока что одно На Шибалдаево на кольце придется там постоять достаточно долго Михаил Нагибин стоит достаточно плотно Впрочем, как и всегда, с тачки едут хорошо Особенно в начале, в районе моста К Малиновского чуть с тачки заторчик будет небольшой Нужно будет постоять, подождать Малиновского на кольце до Аватара стоит Мост Малиновского, разумеется, в пробке стоит Придется немножко потратить время Всесоюзная едет неплохо Придется на светофоре там подождать С портовой Северная у нас, северная дорога А, ну, да На Ленинакане там небольшая пробочка будет Но проедете достаточно быстро Те, кто торопятся на Суворовский Тоже немножечко подождут Аксай у нас, как всегда, хорошо едет Там совсем немного на светофоре стоят И, в принципе, все хорошо Езжайте, друзья, с Богом В путь дорогу, все хорошо ДТП сегодня немного Но, помните, на дороге очень скользко Особенно по ночам Поэтому будьте осторожны Соблюдайте правила дорожного движения Делайте страховку И когда ее делаете, оформляйте Обращайте внимание на все-все-все С вами сегодня была я, Оксана Мирошниченко Артем Демьянов Автоюрист, адвокат Артем, спасибо большое Хорошего вам пути И вам, друзья, хорошего пути Пока-пока Новости коротко Правительство Ростовской области Поддерживает инициативу внесения поправок